Шаббат шалом, Бокертов, друзья. Сегодня мы с вами с Божьей помощью будем разбирать восьмую Мишну, восьмой главы Масехты Баба Батра. И вся восьмая глава, как мы уже поняли, посвящена законам о наследстве. Как правильно распределить имущество усопшего среди его многочисленных потомков. И сегодня, как бы наша мечта, это больше продолжение мечты предыдущей. Что если вчера мы говорили с вами про мальчиков, которые остаются, связь между отцом и сыном, сыном и отцом, то сегодня мы с вами поговорим про девочек. И так говорит Мишна. Но человек ушел из жизни и оставил дочерей, как взрослых, так и маленьких, то есть недостигших совершеннолетия, 12 лет. И вообще не было сыновей у него. А мы знаем, что если у человека нет сыновей, то первое в очереди это его дочери. И дочери получают все его наследство. Там тоже такой закон, что не может старшая дочка выиграть за счет младшей, например, в одежде. Она говорит, слушай, что тебе, ты там бегаешь в своем памперсе или в одной рубашке, а я взрослый, мне нужно одеваться, значит, мне нужно больше. Нельзя такие вещи делать. Чтобы это не было за счет маленьких дочерей. А мы знаем, что малыши кушают гораздо больше, чем взрослые. Да, и пачкаются, и портят еду, и прочее. Поэтому у них больше уходит затрат на пропитание. Поэтому тоже не должны маленькие дети кушать за счет взрослых. То есть мы не принимаем аргументы в том, как устроено, как обычно, кто тратит в распределение наследства. Они все делят поровну. Нужно взрослая, ты маленькая, ты одна из четырех дочерей, значит, одна четвертая. И каждая пусть ест, пусть одевается. Из своей доли на суак долот. Но если старшие дочери вышли замуж и взяли свое наследство из наследства отца, точнее, то есть, да, у отца было наследство, и старшая дочь такая сыграла себе за счет этого наследства свадьбу. Тогда кодемши нитхалка и суак тонот. И она сделает до того, еще до того, как было распределено имущество, например, было четыре дочки, две старшие, две младшие, да, и старшая дочка там сыграла себе свадьбу и взяла из всего наследства на свадьбу. То есть, получая, и только потом они начали делить. Тогда закон такой, и суак тонот, вообще, просто пусть делят, но когда придет время малышам, девочкам, которые маленькие, подрастут, им тоже придется выходить замуж, они тоже возьмут из общего наследства себе на свадьбу. Что они говорят? Слушайте, когда папа был жив, он сыграл тебе, старшей дочери, свадьбу. Теперь, говорит, папы нет. Теперь я подросла, хочу выходить замуж. Я сыграю себе такую же свадьбу, какую папа сыграл тебе при жизни. Это не аргумент. Мы говорили, что нельзя сравнивать то, что человек делает при жизни. Он может хоть все наследство отдать, хоть кому-то, хоть что потратить, да, но когда человека нет в живых, то это уже не аргумент. Нельзя сказать, что я хочу такую же свадьбу и наследство, какую отец сыграл при жизни. То же самое здесь, как бы все один в один, как с мальчиком, если на самом деле вы вспомните, с мальчиком мы говорили то же самое в прошлом Мишне. Но есть одна строгость. У девочек, то есть у дочерей, которой нету сыновей. У сыновей в наследстве такой строгости нет. Что это за строгость? Что девочки всегда будут брать пропитание от сыновей. То есть дочери берут пропитание от сыновей. Шим, дешев, абонир. Например, мальчики, были мальчики, были девочки. То есть у отца есть и дочки, и сыновья. Теперь, забрали наследство, получают мальчики. Но если у них еще есть и сестра или сестры, то они должны будут кормить этих сестер из имущества наследства, полученного, согласно условиям ктубы. Адши Евгеру, пока они не повзрослеют. Адши Тарсу, или пока они не обручатся. Помните, мы про это с вами говорили. Да, мы с вами это говорили. Почему? Потому что даже если наследство очень маленькое, и придется, то есть как бы, чтобы кормить девочек, придется мальчикам вообще отказаться от денег. Они вроде как бы первые получают, но должны кормить сестер. А если все деньги уйдут на кормление сестер, тогда что? Да, ничего, пусть деньги все уйдут на кормление сестер. Потому что наши мудрецы сказали, так, девочек надо защищать. Если у парня нет еды, ничего. Ну, молодой парень пойдет работать, да, там, заработает себе на еду. Но когда у девочки нечего кушать, и она идет просить на еду, это опасно. Это может закончиться какой-нибудь трагедией. Да, поэтому девочки как бы находятся в большей защите. Их нужно кормить до тех пор, пока она не будет замуж, как бы у нее не будет своего мужчины. Но, говорит Мишна, если человек оставил только дочерей, то маленькие дочки не кушают за счет наследства от дочерей. То есть это не такая ситуация, как с мальчиками. Мальчики, все, они получили, вот миллион долларов человек оставил, они сразу миллион долларов на двоих попилили по 500 тысяч. Но должны содержать сестру, пока она не женится, кормить ее, чтобы у нее все было нормально. Но, если была старшая сестра и младшая сестра, то старшая сестра, когда получает там свои 500 тысяч, ничего. То есть они просто, они миллион долларов, она не делит. Они просто сразу делят пополам. 500-500. Взрослые там занимаются, свои 500 тратят. Маленькие 500 там ей назначают опекуна. И так далее, да. Но именно таким образом это происходит в этом разница между мальчиками и между девочками. Окей. Подождите. А, Шкоах, Мазлтов, мы с вами закончили главу. Поздравляю. Это была последняя глава про наследство Мазлтова. Мы закончили восьмую главу. Завтра Байзрат Ашем у нас девятый перег. Как-то неожиданно. Я не посмотрел. Оказывается, да, вот тут только восемь мечтает. Девятый, десятый перег нам остался. Окей. Наш сегодня изучение Торы в заслугу наших братьев. Вахейну байт Исранат Голем, бит Сара, бит Сара, бит Сара, бит Сара, бит Сара. Завздравленные аренения, Ильяу бит Мирьям. Исак бит Мирьям. Аарон, Довид, Бен, Ривка, инурад, Сара, бит Сара, бит Сара. Бит Сара, бит Сара, бит Сара. Продолжение следует... Продолжение следует...